Летающие танки Так называли эти боевые машины На всех маневрах и учениях Они изумляли наблюдателей Своими прыжками через реки, рвы И разрушенные мосты Быстроходные танки семейства БТ В фильме «Оружие» В начале 30-х годов Прошлого века Стремительными темпами проводилась модернизация Танкового парка Красной Армии Легким танком сопровождения Пехоты стал Т-26 Советский вариант Английского «Викерса» 6-тонного Кроме него На вооружение мото-механизированных частей РККА поступила Еще одна легкая машина Которая имела иностранные корни Танк БТ-2 БТ-2 Легкий танк Боевая масса 11 тонн Длина корпуса 5,5 метров Толщина лобовой брони 13 миллиметров Двигатель карбюраторный, авиационный Мощностью 400 лошадиных сил Скорость до 50 километров в час На гусеницах До 70 километров в час На колесах Вооружение Одна пушка калибра 37 миллиметров Один-два пулемета калибра 7,62 миллиметра Экипаж Три человека В 1930 году Комиссия во главе с начальником управления Механизацией и моторизацией Рабоче-крестьянской Красной Армии Иннокентием Халебским Побывала в нескольких европейских странах И США За океаном Советские представители Познакомились с инженером Уолтером Кристи Кристи Джон Уолтер Американский конструктор-самоучка Изобретатель Годы жизни 1865-1944 Окончил бесплатную школу для рабочих Автор множества оригинальных конструкций Гражданской и боевой техники Военное ведомство США Отвергло почти все его изобретения В то время Кристи строил Экспериментальные колесно-гусеничные машины Его новейшая модель 1940 Резко отличалась от существующих танков Огромными по тогдашним понятиям колесами И одной удивительной особенностью Для совершения скоростных маршей Гусеницы могли сниматься И укладываться вдоль бортов Авиационный мотор Обеспечивал невиданную удельную мощность Более 30 лошадиных сил на тонну Скорость машины при движении Со снятыми гусеницами Достигала 70 км в час Втрое выше, чем у гусеничных конкурентов Плавность хода обеспечивала Индивидуальная пружинная подвеска колес По достоинству оценив революционный дизайн Комиссия Холебского закупила Два танка Кристи, чертежи И права на серийное производство Однако в СССР Прибыли только шасси Американских машин Без башен и вооружений Поэтому советским конструкторам Пришлось разрабатывать башни Для новой машины самостоятельно Было создано несколько вариантов В зависимости от вооружения Пушки и пулеметы Монтировались раздельно В специальных масках И подвижных бронировках В 1931 году Танк Уолтера Кристи С новыми башнями Под индексом БТ-2 Быстроходный танк 2 Был принят на вооружение И запущен в серийное производство Впервые три советских БТ-2 Были показаны публике На параде в Москве 7 ноября 1931 года Производство быстроходных танков Было организовано На Харьковском паровозостроительном заводе Планировалось, что БТ-2 Станет танком-истребителем Действуя совместно с Т-26 Он должен был защищать его От танков противника Постановку на вооружение Танка Кристи И по дальнейшему БТ-5 Была основной идеей Применение колесно-гусеничной машины Которая использовала И гусеничный ход И колесно-автомобильно Также была возможность Установки машин На железнодорожное полотно Использовать для передвижения Именно по магистралям Которые уже созданы При использовании колесного хода Танк управлялся с помощью Съемного штурвала Первые серийные экземпляры БТ-2 Поступили на вооружение Механизированной бригады имени Калиновского Она дислоцировалась В Московском военном округе По типу этой бригады В первой половине 30-х годов Началось развертывание Механизированных соединений В других военных округах Танками БТ-2 Оснащались также Механизированные полки Кавалерийских дивизий Эксплуатация в войсках Выявила недостатки машины В первую очередь Они касались моторной группы На танки БТ Ставились бывшие в употреблении Авиационные двигатели Типа Либерти Капризные и ненадежные Они часто выходили из строя Разрушались траки гусениц Изготовленные из некачественной стали К тому же Харьковский паровозостроительный завод Не справлялся с заданиями По выпуску запасных частей Поэтому войска вели боевую учебу Только на половине имеющихся танков Другую половину В целях сохранения моторесурса Держали в неприкосновенном запасе Несмотря на все недостатки и сложности эксплуатации Танкисты любили свои БТ-шки За скорость и прыгучесть На маневрах эти машины легко перелетали через небольшие реки, рвы и овраги Испытатель танков капитан Евгений Кульчицкий Установил рекорд свободного полета на танке БТ 42 метра За это достижение Кульчицкий получил прозвище Танковый Чкалов В 1933 году Из танкового цеха Харьковского паровозостроительного завода Вышла новая машина БТ-5 В основе своей Это был танк БТ-2 Но уже с другой Эллиптической башни Конструкторы разместили в ней пушку Калибра 45 миллиметров Это орудие создали на основе противотанковой 45-ки БТ-5 получил радиостанцию с поручневой антенной Такой же, как на Т-26 Ходовая часть осталась без изменений Всего за два года выпустили 1884 БТ-5 Проверку боем эти танки прошли, как и Т-26, в Испании Туда прибыли 50 БТ-шек Вместе с экипажами из добровольцев Из них был сформирован Отдельный интернациональный танковый полк Республиканской армии В ходе боевых действий 31 машина погибла В основном от огня Противотанковой артиллерии Броня БТ пробивалась даже Из противотанковых ружей Опыт эксплуатации в войсках Бои гражданской войны в Испании Показали слабые места быстроходных танков Невысокую надежность ходовой части и двигателей Сложность в управлении Недостатки устранялись на новых моделях БТ Лучшим и самым известным Среди быстроходных танков Стал БТ-7 Как и его предшественники Он мог передвигаться на гусеницах И на колесах БТ-7 Легкий танк Боевая масса 13 тонн Длина корпуса 5,6 метра Толщина лобовой брони 20 миллиметров Двигатель Карпураторный, авиационный Мощностью 400 лошадиных сил Скорость до 53 километров в час на гусеницах До 73 километров в час на колесах Вооружение Одна пушка калибра 45 миллиметров Два пулемета калибра 7,62 миллиметра Экипаж 3 человека Новыми на БТ-7 были двигатель Главный фрикцион и коробка передач Ленточные тормоза И мелкозвенчатые гусеницы На первых образцах танка Стояла цилиндрическая башня Позже ей придали коническую форму В 1938 году инженеры модернизировали Механизмы наведения пушки Ввели стабилизатор линии прицеливания В 1939 году появилась модификация БТ-7М с дизельным двигателем Скорость танка возросла до 62 километров в час На гусеницах и до 82 километров в час На колесах А вес до 14,5 тонн Также было построено 155 артиллерийских танков БТ-7А 76-миллиметровой пушкой В башне увеличенных размеров Боевое крещение БТ-7 Прошли на реке Халхингол Они отлично показали себя В столкновениях с японцами Поединки БТ и японских танков Неизменно заканчивались В пользу советских машин Затем была война с Финляндией Которая стала суровым испытанием Для советских танков БТ-шки со своими гладкими Узкими гусеницами В глубоком снегу оказались беспомощны Машины могли двигаться только По укатанным дорогам Или по колее Проложенной более мощными танками Т-28 В лесах Карелии Главное преимущество танков БТ Скорость Была бесполезна Вновь выявилась слабость бронезащиты Поэтому некоторое количество машин Оснастили дополнительными экранами В целом Семерки зарекомендовали себя Вполне надежными И боеспособными танками При хорошей подготовке экипажей И грамотной тактике Они были грозными боевыми единицами Многие новинки в области танкостроения Вначале отрабатывались на быстроходных танках На базе всех БТ-2, БТ-5, БТ-7 создавались химические танки То есть огнеметные танки Создавались СТБ Саперные бронированные танки Которые мостокладчики Также создавались телевизионные танки Радиоуправляемые машины То же самое с огнеметами и пушечными вооружениями Также были и бронетранспортерные базе этих машин Стремительность автомобиля Большая дальность пробега по шоссе Высокая проходимость Эти качества сделали БТ Самыми знаменитыми советскими танками предвоенных лет Они стали гордостью и символом Мотомеханизированных войск Рабоче-крестьянской Красной Армии Скоростные легкие танки Были предназначены для развития Первоначального успеха в наступлении Но опыт Первой мировой войны доказывал Что для прорыва хорошо укрепленных Оборонительных позиций Требуются более мощные боевые машины Рассказ о них в следующем фильме «Оружие» Субтитры создавал DimaTorzok